всем привет друзья мы на канале породные куры в Оренбурге меня зовут Вадим 17 мая вот вечернее кормление как и обещал утром показать вечером вот этих вот курочек вот значит что хочу сказать название пока не буду говорить как они называются зайду издалека 13 лет у меня в хозяйстве эти порода кур я все эти 13 лет был ими доволен не мог нарадоваться на них уникальная курочка вот изначально я ее привез из подмосковья недалеко от зеленограда из деревни майдарова оттуда вот я брал маран проболтался ну ладно марана черномедного ты австралорба черного вот потом через несколько лет еще брал где-то из-под твери у александра борисовича для обновления крови ну я покупал там с усекса и белифельдера серебро ну и поклади мне маранов вот он сколько ты и сложил я уже сейчас не помню вот ну все на этом все эксперименты с обновлениями меня закончились и все это время я держал ту линию вот не обновлял нифига и вот позапрошлый год мне подарили петуха сказав что значит выведен из германского яйца и здесь германии привезено но я говорю мне не надо у у меня свои хорошие в общем-то топырился но потом так подумал блин говорю яйцо привезли из германии на хорошей линии своего хорошего петуха подарил в сорочинск есть канал пернатый дозор я его сыну подарил алексеевну сыну николаю вот в подарок маленький пацана уже увлекается вот я ему подарил ну а этого же растил как чистокровного немца вот в прошлом году от них получил курочек вот тут пять курочек сейчас три прошлогодних вот выведены из-под того петуха того петуха я зарубил он захворал это вот его сейчас цыпленок вот этот петух вот и две курочки остались московской линии вот тут вот ну и в прошлом году вроде все нормально в этом году если кто внимательно смотрел мои обзоры первый вывод цыплят я когда показывал говорю блин у марана какие-то беленькие пятнышки сплэш получился ну и а сам потом думаю что за ерунда то вот и на этом чтобы убедиться что но я понял что что-то неладное никому не продавал яйца там всячески корректно отказывал то нет оплода то там не несутся они неслись и был оплод я потихонечку выводил и продавал тому кому это вместе с миксовыми это на цветное яйцо то у меня миксовая семья было продавал как как миксовых ческак чистокровных не продавал ну и мои опасения оказались и не беспочвенными значит следующем выводе вывелись еще в рябеньки потом чисто белые ну и короче стал копаться давай говорю откуда ты взял этого петуха яйцо из германии ты оказывается яйцо не из германии потом он как сознался что это покупалось в дарьином двору ну и в конце концов пообщавшись с людьми кто держит маранов мы пришли к такому ну не знаю к правильному ли нет но пока остановился на такому что это был не марана как вот доминант маран у них идет расщепление при выводе вот может быть неправильно но вот пока мысли у меня такая вот это значит вот эти вот куры несутся хорошо они у меня вот вопросов пока вот не пошли белые цыплята не было вот такой яйцо я специально подготовился рассмотреть вот это их не яйцо крупное красивое да вот видите и вот я специально подготовился поймал вот эту цыпленка видите лапки оперены вот вывелись вот такие вот я вот недавно продал этот и это ну как как обыкновенных велик вот продавал тут в соседней районного сергеев код вот то есть как миксовых этих как как чистокровных я зато сейчас начнете людей накажешь ни одного человека я не наказала вот если вот у меня сегодня позвонили попросили марана я дал блин на руку мне на хезл дал контакт алексея пернато дозор у него чистый там еще мой петух от остался от который с москвы привозил то отличная линия блин вот а мне вот такие вот немцы подогнали короче может кто-то вот есть мы сети знатоки маранов ну мне кажется этот правда был доминант петух не не маран вот такие вот они выводятся вот но не все там вот у меня сейчас не стал я ловить больших этот потом как буду показывать я их покажу там честь полностью соответствует есть вот такие рябеньки там и беленький вот но не знаю какой он будет как вырастет но пока вот такой ответе вот такие были посветли и туда я одного себе оставил я всех беленьких скулил короче ну как как никсовых продал а это вот осталось на образец вот а черненькие там есть еще может быть вот цветной микс потом упущу и не знаю пока пока я все же экспериментировал думаю неужели правда мне обманули действительно меня так вот не не знаю че или специально я не знаю теперь как это короче подогрели короче я остался без маранов слава богу что у меня есть две курочки тут вот чистых с москвы еще я их знаю в лицо вот она одна вон дальняя пошла и 1 вот стоит там вот вот три вот между ними вот она вот вдоль кормушки средний она тоже им два года этим этим вот год будет в июне эти вот одна вот около петуха нежданно стоит вот вот да и петуху год будет вот этим вот трем курочкам год а две вот будет два года да уже им два года они 12 мая выведены вот эти вот в 12 мая им было два года вот я этих двух значит оставлю сейчас вот ищу где можно будет купить парочку-тройку курочек еще и петушка чистокровных чтобы возобновить у себя опять этих маранов поэтому вот все кто ко мне обращались по маранам сегодня трое звонили я объяснил ну может кто-то скажет да пошел нафиг мне нет вот видео посмотрели просто я не воздержался от продажи яйца потому что за за подозрил неладное и слава богу что за подозрил то было так вот у людей вывелось и вы бы своих попортили поэтому вот вот как то так вот и вот отсюда вот это вот тема про имбридинг обновление обновление вот обновил потерял породу были у меня эти 10 лет или 11 лет даже тех крутил прекрасно все было порода никакого этого зверя под название имбридинг я его и не видел ни разу вот они какие были вот эти вот курочки имбридинговые так сказать вот вы вывелись отобрал самого лучшего и тема закрыта вот этот мы сами себе геморрой находим с раскоселеского взял вон красные пошли вот обновил кровь какие у меня были пушкинские яйцо несли с кулак все одно в одно даже взвешивать не надо я знал точно что 69 70 грамм все яйца до одного вот как стандарт было вот этот съездил там вот видео обзор я как-то делал на года три назад или четыре я уже не помню с казанского петуха то привез все одно яйцо длинное одно кругленькое уже нет не так а то было до того красиво яйцо приезжали дом допустим за яйцом белифельдера или австралорп черный это дом не был сусекс интересный пород были увидит в кассете лежат а это что за яйца я вред пушкинская все давай нам этих этих не надо вот только увидели яйцо и сразу захотели купить курицу обновил все крутил их семь лет отбирал своих петухов все было отлично вот вам и имбридинг вот так нефиг часто менять себе вот геморрой находим только но это чисто сугубо мое мнение считаю что это тема высосаны из пальца чтобы куда-то спуливать петухов чтобы вот выдумали вот эту хрень вот вот как-то так вот такой яйцо вот такой цыпленок это его поймал сейчас вынес ну вот думаю кто спрашивал про маранов теперь я донес до вас всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока